И снова здравствуйте, друзья! Вы на канале Геон, меня зовут Алексей, и сегодня у нас на обзоре бензиновый генератор от корейской компании Hyundai HHY10000FE3ATS. Мы поговорим про характеристики этой модели и ее особенностях. Взглянем на комплектацию и выясним, кому стоит ее покупать. Будет интересно, давайте начинать. Ранее мы уже рассказывали про бензиновый генератор Hyundai. Ссылка будет в описании. Сегодня же у нас с вами модель помощнее. Станция может выдавать как однофазное, так и трехфазное напряжение. Номинальная мощность составляет 7,5 кВт, а максимальная 8 кВт. Но стоит отметить, что 7,5 кВт генератор выдает на 3 фазы, а на одну 2,5 кВт. Этот агрегат можно назвать поистине универсальным. Он одинаково эффективно справится с обеспечением электроэнергии как целого частного дома, так и торговой точки или строительного объекта. Этот генератор можно использовать как в качестве постоянного, так и аварийного источника питания, если по каким-то причинам произойдут перебои в сети. Для этого случая здесь имеется встроенный блок автоматического ввода резерва. Подробнее о нем чуть позже. В коробке мы найдем сам генератор, инструкцию, ключ, а также входную розетку. Агрегат, как вы видите, довольно большой. Еще бы, ведь весит он почти 100 кг. Перемещать с места на место его, конечно, тяжеловато. В отличие от моделей с прошлого обзора, даже крайне уверенный в себе мужчина уже не сможет поднять его в одиночку. Но наш генератор и не для этого. Техника такой мощности предназначена в основном для стационарного использования. Однако, если есть необходимость, вы можете дополнительно приобрести колеса и рукоять для транспортировки. Генератор выполнен в открытом корпусе. По периметру станция обнесена прочной стальной рамой, которая служит надежной защитой от механических повреждений. Пару слов о характеристиках. Работают модели от фирменного корейского бензинового четырехтактного двигателя Hyundai IC460. У него верхнее расположение клапанов, что повышает ресурс мотора. Мощность мотора составляет 18 лошадиных сил. У альтернатора полностью медная обмотка. Такая конструкция увеличивает рабочий ресурс устройства, а также обеспечивает высокую и стабильную проводимость тока, не теряя в эффективности при возможных перегрузках. Топливный бак имеет емкость в 25 литров. Это позволяет работать на полной заправке порядка 14 часов при средней нагрузке. Если же загрузить генератор на полную, это время сократится вдвое. Главная фишка этого генератора – встроенная система автоматического ввода резерва. На это, кстати, указывает сокращение АТС в названии модели. Чаще всего производители предусматривают только выход для подключения внешнего блока, поэтому приходится приобретать его отдельно. А здесь все, что называется прямо из коробки. Для чего нужна такая система? В принципе, все и так понятно из названия. При отключении электричества умная электроника автоматически активирует резервное питание. Буквально за считанные секунды. То есть участие человека вообще не требуется. Система будет особенно полезна тем, кто часто сталкивается с перебоями в сети. Просто подключите к домашней проводке и наслаждайтесь всеми благами цивилизации. Посмотрим на панель управления. Слева располагается замок электронного запуска. Вы можете завести генератор простым поворотом ключа. За электронный запуск отвечает отдельный аккумулятор, который сам заряжается при работе двигателя. Станцию легко можно завести и по старинке с помощью ручного стартера. Усилие на трос небольшое справится достаточно легко. Рядом с замком находится многофункциональный цифровой дисплей. На нем можно следить за уровнем напряжения. Также тут есть счетчик моточасов, где отображается как общее время работы устройства, так и период с последнего включения. Это значительно облегчает периодическое обслуживание свечей зажигания и замены масла. Под замком можно заметить надпись AVR. Это означает, что у электростанции имеется система стабилизации напряжения. Эту аббревиатуру часто путают с системой автоматического ввода резерва. Чтобы не запутаться, запомните. Если AVR написано латиницей, это стабилизация напряжения. Если кириллицей, это ввод резерва. Ее наличие позволит защитить подключенные приборы от скачков и перепадов в сети. Вещь весьма и весьма нужная. Так, если, например, одновременно подключить к генератору приборы с высокими пусковыми токами, автоматический регулятор не допустит перегрузок. У генератора три розетки. Самая первая служит для подключения к системе энергоснабжения дома, чтобы работала система автозапуска. Две других, одна однофазная, другая трехфазная, нужны для подключения потребителей. Обратите внимание, разъемы защищены пластиковыми крышками с пружинным механизмом, что препятствует проникновению внутрь пыли и грязи. Рядом есть выход еще и на 12 вольт. Это особенно оценят автомобилисты, ведь с его помощью можно легко подзарядить севшую аккумуляторную батарею. Поскольку мы сейчас в студии, запускать генератор я не буду, но тем не менее стоит рассказать, как это сделать. Первым делом еще до запуска необходимо подготовить агрегат к работе. Перед первым сарзовым двигателем нужно залить масло, затем заливаем бензин. Заправочная горловина тут широкая и легко откручивается. Рядом с ней находится указатель уровня топлива. После того, как вы все это проделали, можно запускать мотор. Сначала поворачиваем топливный кран в открытое положение, затем закрываем воздушную заслонку. Переводим аварийный выключатель в выключенное положение. Вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем до положения старт. Мотор заводится. Возвращаем воздушную заслонку в открытое положение и после этого даем генератору поработать 3-4 минуты и переводим аварийный выключатель в рабочее положение. Наконец, можем подключать к розеткам нагрузку. Если вы планируете использовать генератор только в режиме автозапуска, всегда следите за тем, чтобы топливный бак был заправлен. Уровень масла находился на достаточной отметке, а аккумулятор заряжен. Когда генератор будет установлен, подключите напряжение от основной сети электропитания к соответствующему разъему на панели управления. Затем переведите переключатель автозапуска во включенное положение и не забудьте установить ключ в положении вкл. После этого генератор будет пропускать через себя напряжение основной сети и в случае возникновения перебоев система запустит электростанцию. Давайте подведем итоги. Этот генератор является поистине универсальной моделью. Он выдает как однофазное, так и трехфазное напряжение и подойдет как для частного использования, так и для работы в профессиональной сфере. Автоматически резерва уже встроена в саму электростанцию, поэтому вам не придется отдельно докупать нужное оборудование. У модели очень качественная сборка, ничего нигде не шатается и не болтается. Благодаря крепкой раме генератор хорошо защищен от механических воздействий и не боится суровых условий эксплуатации. Мощности двигателя хватит для питания большинства электроприборов в частном доме, на стройке или в торговой точке. Вы даже можете заряжать с помощью такого генератора электромобиль. Если вы ищете надежный и производительный генератор, обязательно обратите свое внимание на Hyundai HHY10000FE3ATS. Ссылка на эту модель, как всегда, будет в описании. Кроме того, на нашем сайте вы сможете найти другие генераторы всех видов и мастей. А на сегодня я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал. Это мотивирует нас снимать для вас новые ролики. И до скорых встреч на канале Геон. И до скорых встреч на канале Геон.